здравствуйте друзья тут я встречаюсь с блогерами ну вы видите я там снимаю с ними сюжеты вот последнее время что-то у нас тракеры пошли потом вот было два сюжета 3 на самом деле с блогерами которые путешествующие вот с максом два сюжета и один значит там с ребятами я извиняюсь нет тут вырулить вот и я еще это рассказываю то что знаете как блогеры встречаются это как бы взаимовыгодный такой процесс да то есть я с камерой там блогер с камерой мы друг друга поснимали я сюжет вывесил блогер сюжет вывесил так мы в общем вот и вывешиваем вот ну и мне что же интересно да знаете как там кто-то про меня сюжет какой-то снял я думаю надо посмотреть что получилось вот и ну как комментарии смотришь но не то что меня можно комментариями удивить я в общем-то привычный я удивить меня можно только тем как блогер относится там к своему каналу и тем комментариям что там у него пишут это отдельная история но я вот что подумал пытаюсь осмыслить как бы вот это вот в наше время вот когда мы молодые были вот такие как сейчас большинство из вас в наше время был такой жанр стен газета вот вы истуете связи я когда был там на четвертом курсе меня там ну назначили выбрали не знаю как сказать скорее назначили чем выбрали редактором факультетской газеты но это была стен газета на 7 листах ватманской бумаги раз я не помню там в какой период времени там может месяц это все заменялось очень легким таким путем то есть лист вынимался другой лист вставлялся за пластиковую такую пластину вот а я как бы был ответственен за идейное так сказать содержание я был член идеологического сектора там бюро в лксм факультета автоматической электросвязи вот значит целый год я занимался этой самой газеты все на свете проклял за всех статьи писал никто не хотел но него в общем слава богу были ребят которые любили что-нибудь нарисовать вот они как бы фактически тащили на себе эту газету был от параллельно другой жанр который может быть и сейчас существует я не удивлюсь если он и сейчас существует был жанр такого тоже ну как бы сказать свободного самовыражения в сортире вот ты приходишь в сортир и например там что-то читаешь но это не было официально не положено было в сортире ничего писать ни на стене ни на двери тем более ножиком выцарапывать но люди писали и выцарапывали как хочешь вот например так что-то я вспоминаю сижу я один на краю унитаза как горный орел на вершине кавказа вот такая безобидная надпись ну там много было просто матершины всякой там вот или картинки тоже такие скобрезные кто интересовал пока там сидел на толчке значит была политическая сатира в то время была такая кампания по освобождению из застенков представителя коммунистической партии чили луиса карвалана так как раз у них переворот был его посадили в терягу на острове дасон там было холодно и он страдал в общем шла такая кампания по освобождению но и компания задолбала надо сказать очень сильно и это уже становилось как у той недоты про василия ивановича должен наизуя знали люди весь фильм и каждый день возникали новые анекдоты и вот например был такой помню лозунг но стишок такой был такой стишок этот прямо был ножиком вырезан на двери туалета там было написано пришел посрать но срать не стану свободу дайте карвалану вот такой был значит и я к чему клоню что вот это как бы наскальная туалетная таскать живопись и официальная ну более-менее официальная парткомом проверяемая там и всякими другими организациями газета стен газета дадзебао там ну это немножко дадзебао это другое вот этот жанр с помощью интернета слился в один в один единственный единый такой жанр то есть сегодня нет отдельно стен газеты и отдельно сортира сегодня как бы сортир всюду поймете то есть как бы в том смысле что сейчас гадят всюду вот ты можешь прийти под стен газету где люди вроде культурно что-то написали и тут же и нагадить ну в комментариях там да это тоже самое вот пришел в комментариях нагадил то есть сейчас гадить может как бы все превратилось в сортир такое в отхожее место даже сортир все-таки интеллигентно такой а здесь отхожее место поэтому вопрос только в том насколько отхожее место чистится вот если его так почистить немножко то вроде там получается скверик даже или садик вот или как-то могут люди прийти отдохнуть душой а вот если теперь не чистить то получается что куда не наступишь все все дерьмо вот куда там не сядешь а весь измазался вот меня часто критикуют за то что я наш садик вычищаю тут подмету там побрызгаю так знаете вот говорят свободу говорят самовыражение я ну как-то так сказать ущемил ущемил я хочу сказать что я с радостью ущемляю свободу вот такого самовыражения и все-таки я за то чтобы стенгазета висела в одном месте вот а гадили бы в другом там вот есть сортир вот хотя надо сказать что и в сортире может быть чисто знаете бывают такие сортиры замечательные просто любо-дорого зайти можно сесть там культурно даже газету почитать или там на креслице посидеть я не знаю но если так уж совсем размечтаться так что в друзья вот мы все шлику интернет вот что нового в интернете друзья ничего нет это абсолютно все то же самое что было раньше но просто она слилось две формы две формы выражения мнений и творческого потенциала стенгазета там не только мне не так раз мнение контролировались но творческий потенциал вовсю бурлил я вот помню меня правда отругали сильно там один юморной такой художник пришел и я не почувствовал подоплеки политической он нарисовал зайти он нарисовал такую карикатуру на телефонный аппарат она же факультет телефонной связи автоматической это связь вот такой найти телефонный аппарат видит сортира то есть у него вот тут где толчок там у него номеронабиратель потом такая длинная ножка ну знаете как вот эти были длинная ножка такая сверху ну бачок а на бачке уже трубка ну и там свисает шнурочек то вот это вот то есть такой знаете старинный такой как бы аппарат такой старого образца но он же и сортирует вот мне было ужасно весело я не знаю почему я я вырос в гарнизонном доме и как бы вот этот вот юмор он мне был близок то есть я ликовал просто от восторга что нарисовано было хорошо с любовью вот она недолго провисела часа два кто-то шел там из парткома и вытащил и мне еще наваляли там но не важно не важно так вот я хочу говорю стенгазета тоже давала людям возможность самовыражения а сейчас вот это самовыражение она такое как бы вот уже и туалет не нужен зачем туалет и когда всюду можно вот друзья так что я просто к чему рассказываю что я посматриваю там на некоторые другие блоги я видеоблоги я смотрю там как это все но не чистят знаете не чистит поэтому при том что я как бы чистильщик в общем то я хочу сказать что это настолько не обременительно и настолько редко бывает и настолько у нас аудитория доброжелательная и но но просто я вот диву даюсь насколько и как-то я помню значит сергей из другой америки блогер я там где то что такое сказал а у меня тоже такая аудитория и действительно у него тоже такая понимаете то есть вот есть народ такой чистенький а есть народ такой как бы сказать вот оттуда пришли вот где эта живопись была там которая ножиком выцарапывали там слова и рисовали картинки неприличные вот они как бы теперь всюду рисуют к деканату подойдешь нарисовали вот там в общем такая вот история виртуально все это виртуально счастливо ребятки так просто обеселюсь